итак оказалось что клубничка интересно не всем об этом через секунду здравствуйте здравствуйте прошлый раз мы вас спрашивали уважаемые телезрители как вы считаете надо ли ограничивать доступность порнографических материалов в интернете и вот какие результаты мы получили да нужно ограничить ее для всех 51 процент да но ограничить только для лиц младше 18 лет 38 процентов нет не ограничивать 11 на сайте двина информ мы также проводили такой опрос и вот какие данные получили там до ограничивать для всех 52 процента до ограничивать только для лиц младше 18 30 процентов и нет не ограничивать 18 процентов в общем то результаты из этих обоих ресурсов очень сходятся и в большинстве своем люди говорят, что нужно ограничивать. Значит, надо продолжать нашу работу и, возможно, выходить с инициативами и в Государственную Думу. Да, я думаю, после Нового года мы эту деятельность обязательно продолжим. На этой неделе состоялась сессия областного собрания. Было очень много жарких вопросов, но обо всем по порядку. На этой сессии был принят во втором чтении закон о миссионерской деятельности. Проголосовали в этот раз за него единогласно. На этот раз не было горячих обсуждений этого законопроекта, потому что прошло заседание Верховного суда по Нижегородской области, где был принят аналогичный закон и Верховный суд вынес вердикт, что регионы могут принимать подобные законы и вводить подобные ограничения на миссионерскую деятельность. Так что же нам дает вновь принятый закон? Закон нам дает возможность регистрировать всех миссионеров, которые к нам будут прибывать на территории Архангельской области. Они должны будут согласовывать свои планы поездок по области, говорить о чем они хотят рассказывать жителям Архангельской области. Если они хотят ходить по домам, то они должны будут получать разрешение жильцов, которые там проживают. Если они хотят общаться с детьми, они должны будут получать разрешение родителей. Ну и самое главное, закон о миссионерской деятельности ведь не ограничивает деятельность миссионеров вообще, он просто ее регулирует. Мы ставим под контроль то, что происходит у нас в сфере миссионерской деятельности. Сейчас мы говорим о том, что с нового года этот закон вступает в силу и на территории Архангельской области вся миссионерская деятельность окажется под контролем властей. Единственное, что нам остается сделать на февральской сессии внести дополнение в закон об административных правонарушениях и установить штрафы для тех людей, которые все-таки будут нарушать законодательство. По поводу штрафов их размера. Мы еще обязательно встретимся со всеми заинтересованными лицами. Я думаю, что штрафы эти будут немаленькими. Еще на этой неделе состоялось интересное событие. Екатерина у нас была в городе Москве и встречалась с патриархом Кириллом. Вот как это было. Ваше действие святейшество, благословите. Поздеева Екатерина, депутат законодательного собрания Архангельской области и член Палаты молодых законодателей. Наш владыка Даниил передавал вам большой поклон. Спасибо. Низкий. В общем-то вопрос в том, как вы относитесь к идее законодательного регулирования миссионерской деятельности. Спасибо. Я отношусь положительно. Потому что отсутствие всякого наблюдения и контроля за такого рода действиями подталкивает людей на нечестные поступки. Когда под видом религиозной проповеди осуществляется нерелигиозная проповедь. Когда под видом распространения даже православия действуют как совершенно непонятные для нас религиозные группы с центрами, находящимися далеко за пределами России. Как я сказал, религиозная сфера это очень тонкая сфера и она может использоваться в том числе и в политических проектах. Поэтому государство, которое заботится о своих гражданах и понимает важность духовной безопасности, имеет право законодательно себя ограждать от такого рода деятельности, которая сама в себе несет тоже некую подмену, если хотите даже некую ложь. Екатерина, какое у тебя впечатление от встречи с Патриархом? На меня очень благоприятные впечатления произвел сам святейший Патриарх Кирилл. Он оказался очень простым и открытым человеком в общении, абсолютно спокойно и честно отвечал на все даже очень сложные вопросы, ведь мы говорили там о многом, в том числе о ситуации во внешней политике России сейчас, о том, что происходит у нас с экономической ситуацией. Патриарх очень внимательно все выслушал и дал очень развернутые ответы, что, конечно же, очень приятно и, наверное, для многих жителей нашей страны является очень авторитетным мнением. А говорил ли он что-нибудь о ранних браках? Как он к этому относится? Да, Патриарх выразил свою позицию по ранним бракам, он сказал, что любые политические силы, которые будут поддерживать введение ранних браков, не будут поддержаны нашей Патриархией. Следующий интересный вопрос, который обсуждался на сессии, это вопрос поднятия зарплат депутатам Архангельского областного собрания. Так вот, этот вопрос вызвал очень бурное обсуждение, в отличие от закона миссионерской деятельности. Видимо, потому, что это казалось кармана каждого человека. Каждого депутата, будем говорить. Итак, пять депутатов Архангельского областного собрания внесли поправку, но наибольшее удивление вызывает, что в их числе оказался депутат Андрей Палкин, который является самым состоятельным депутатом Архангельского областного собрания с доходом более 240 миллионов в год. Кроме того, Андрей Палкин единственный из наших депутатов, который включен в список Форбс. Более того, недвижимость, которая имеется у Андрея Палкина, исчисляется несколькими листами на формате А4. Что же предлагалось в этой поправке? О чем она говорит? Поправка, собственно, была очень простая. Предлагала она увеличить ежемесячное денежное довольствие наших депутатов, а также их помощников. Для депутатов предлагалось увеличить их заработную плату с 25 тысяч рублей до 42, а для помощников с 13 тысяч 200 рублей до 21 тысячи. То есть тоже практически вдвое. Этот вопрос вызвал большую дискуссию в областном собрании. Многие говорили о том, что надо пожалеть бедных депутатов и им помочь. Самое удивительное, что по этому вопросу впервые, наверное, в истории областного собрания была такая удивительная консолидация. Эту поправку ведь поддержали практически все фракции. И ЛДПР оппозиционная, и Справедливая Россия оппозиционная, и даже коммунисты. Приведем лишь несколько цитат из выступлений, которые звучали на этой сессии. В частности, Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в областном собрании, выступил и голосовал за увеличение зарплат. Вот что он сказал с трибуны. Мне стыдно находиться в этом зале и вот в этой вонючей обстановке делить деньги. Мы делили облечив. Много нас, а он один. При этом голосовал он в итоге за поднятие зарплат себе и своим помощникам. За проголосовали и бывшие кандидаты в губернаторы, в частности Ольга Осицына от ЛДПР и Василий Павлов от КПРФ, которые будут возможны и кандидатами в Государственную Думу в выборах, которые состоятся в 2016 году. Несмотря на то, что губернатор Архангельской области снизил свою зарплату на 30%, его конкуренты по избирательной кампании хотели себе зарплату увеличить. Что интересно было бы, если бы эти люди стали губернаторами Архангельской области? Вопросы интересные. Так вот, Ольга Осицына, депутат от ЛДПР и руководитель фракции ЛДПР в областном собрании, имеет доход с 2014 год практически 12 миллионов рублей. Источники ее дохода, помимо областного собрания, деятельность индивидуального предпринимателя. Более того, среди недвижего имущества у нее 3 земельных участка в Архангельской области, в Московской области участок 1100 квадратов, 2 дома в Краснодарском крае 530 квадратных метров и в Московской области 206 квадратных метров, плюс квартира в Москве 138 метров. Кроме того, и иное имущество 5 объектов в Архангельской области. Еще один бывший кандидат в губернатор Архангельской области Василий Павлов. Будучи областным депутатом и являясь членом партии КПРФ, за год заработал 300 тысяч рублей. Есть земельный участок Московской области площадью 600 квадратных метров, одна квартира в Архангельской области площадью 50 квадратных метров, два автомобиля Volvo S80, Toyota Camry. Кроме того, на шести счетах в банках находится 14,5 миллиона рублей. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портигара отечественных, куртка замшевая, три. Интересный вопрос возник и по поводу помощников. Оказывается, у ряда депутатов помощниками являются их родственники, жены, сестры, дети и даже мужья. На сессии областного собрания депутат Второй в своем выступлении предложил внести законопроект, который бы не давал возможности депутатам областного собрания иметь близких родственников своими помощниками. Да, своими помощниками на постоянной основе, то есть помощниками, оплачиваемыми из областного бюджета. Но поправка по повышению зарплат депутатам не прошла, она не была поддержана большинством депутатов Архангельского областного собрания и было принято решение направить все деньги на социальные нужды. В заключении нашей программы новый опрос. Сегодня он звучит так. Как вы считаете, могут ли близкие родственники быть платными помощниками депутатов? И такие варианты ответа. Да, могут быть. Нет, это недопустимо. Затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. И также на экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. Ждем ваших ответов. Начиная с этой программы, на наш опрос вы можете ответить также и на сайте Двина Информ. До свидания и всего вам доброго. До свидания.